Всем привет! И сегодня я смотрю у вас видео о прочитанном за январь. Этот месяц в плане книг вышел очень удачным, поэтому давайте скорее начинать. Поехали! Получается, что я прочитала целых 11 книг, и мне кажется, что это очень хороший результат, очень хорошее начало года. Можно сказать, что я просто оторвалась на каникулы. А если вы еще не подписаны на мой книжный инстаграм, то обязательно это сделайте. Ссылочка есть в описании. Газ, который начал с самой год, это книга Трейси Вульфа «Жажда». Она безумно красивая, но это черный софт-тач, и вы видите, в каком это книга состоянии. На ней остаются все отпечатки пальцев, и это, конечно, не очень здорово. Даже когда ты пытаешься протереть как-то эту книгу с алфеткой влажной и сухой, становится только хуже. Поэтому вот в таком вот у нас состоянии стоит теперь на моей полке, к сожалению, но ничего не поделать. Так мне безумно нравится, что здесь такая черная обложка, вот этот вот белый цветок на фоне, это так здорово выглядит. Что могу сказать? Если вы являетесь фанатом «Сумерек» и «Дневников вампира», то эта книга вам 100% понравится. Ну, мне так кажется, потому что я обожаю то и другое, и эта книга мне безумно сильно понравилась, и мне невероятно понравилась атмосфера. Знаете, вот мне понравились не так герои в этой книге, как именно вот атмосфера. Это мрачная, жуткая атмосфера, которую я обожаю, тем более, когда там есть вампиры, это вообще всё, это моя огромная любовь. Здесь помимо вампиров у нас также есть, как, в принципе, и в «Сумерках», да, и «Вениках вампира», и «Ведьмы», и «Неведьмы», там вот кое-кто добавился один. Мне это понравилось, потому что здесь не прям что было, да, плагиатели, хотя, ну, в принципе, что плагиатить, всем и так понятно, но то, что там добавили ещё кое-кого, мне это прям понравилось. Это было здорово, это было круто, и за этим было интересно наблюдать. Сюжет здесь достаточно банальный, наша главная героиня трагически потеряла своих родителей, они погибли в автокатастрофе, и она приезжает в новый город, переходит в новую элитную школу, которая вся себя такая мрачная. Ены кажутся странные, люди как-то себе странно там ведут, ну и вообще школа сама по себе, вот именно как описывается, кстати говоря, школа, это отдельное удовольствие какое-то было, потому что школа такая, знаете, вся в готическом стиле, такая мрачная. Там горгулии везде на дверях, на колоннах, на каких-то, и вот именно описание самой школы, вау, это тоже было здорово, вот эти вот уже комнаты в таких вот красных тёмных оттенках, я прям кайфовала, когда читала эти описания. Город у нас называется Кэтмир, и это враждебное место, полное древних тайн, и теперь это мой дом. Ну мы знаем, какие здесь тайны, но главной героиней, конечно, ни о чём не догадывается. У нас главная героиня догадается, не догадается, о всех вот этих вот мистических вещах, как это всё произойдёт, за этим тоже, конечно, интересно наблюдать. Там она встречает нашего главного героя Джексона, который весь такой супер загадочный, который весь такой злобный, который, конечно же, обращает на неё внимание. Ну а там, что из этого получится, мы узнаем, потому что Джексон меня бесил на протяжении всей книги. Это, мягко говоря, бесил, потому что он просто выбешивал своим поведением. Он сначала делает одно, потом совершенно другое, потом третье, и мне было реально жалко главную героиню, потому что он такие эмоциональные качели для неё создавал, что не позавидуешь. А ещё это у нас серия, честно говоря, не помню, сколько там книг, что ли, пять, или это трилогия. В общем, это у нас не одиночная книга, будет продолжение, и продолжение я безумно жду, потому что концовка была достаточно неожиданная, концовка была такая, ну, супер открытая, разумеется. Поэтому, конечно, интересно узнать, что же здесь будет дальше. Сикеров у меня здесь, в принципе, много. Ещё могу выделить то, что мне понравилось, как пишет автор её слог, это было здорово. К героям я не сильно привязалась, то есть мне понравилась главная героиня, а Джексон меня просто побешивал своим поведением. Конечно, кстати говоря, здесь в конце были главы от самого Джексона, и нам здесь хоть немножко объяснили его странное поведение. Это было здорово, то, что автор всё-таки написал несколько глав от него. Это хоть как-то разъяснило ситуацию, потому что, ну, до этого, ну, это было странно, это непонятно, и хотелось его подойти и стукнуть. А ещё могу сказать то, что последние 100 страниц — это было такое стеклище, тут столько поворотных сюжетов произошло, если... Вот первые 100 страниц, кстати говоря, мне вообще не понравились, очень было скучно, мне было неинтересно, я хотела вообще забросить эту книгу. Как-то не шла она у меня, но потом, как началось развитие сюжета, и вот последние 100 страниц — это прям бомба. Вот если вторая книга будет вся такая, то это будет здорово, потому что, ну, я книги в итоге поставила 9 и 10, именно из-за атмосферы, из-за вот этих вот последних 100 страниц, за последние. Последние 100 страниц, в общем, меня просто шокировали, и я поэтому полюбила эту историю, жду продолжения. Двигаемся с вами дальше, следующие две книги я начала читать параллельно, но первую закончила читать книгу аниме, поэтому давайте о ней с вами поподробнее и поговорим. В руках я держу первую часть из трилогии «Золотой стриж», автора Екатерина Соболь. Я давно хотела познакомиться с этим произведением, и эта книга меня впечатлила, эта книга мне понравилась, и поэтому я буду знакомиться с продолжением. Но знаете, я дочитала эту книгу, и, кстати, поставила ей 10 из 10, то есть она меня правда впечатлила. Это было так сказочно и так прекрасно, сейчас поподробнее всё расскажу. Но у меня не было такого, что я прям хотела отбросить всё, что я прям не могу жить без продолжения. Вы знаете, бывает, дочитываете книгу, да, и вы понимаете, что вот мне надо продолжение, я не могу без него жить, я не могу вот не думать об этой серии, мне нужно знать, чем там дело кончится, чем там всё продолжится. Здесь мне такого не произошло, то есть я дочитала, концовка достаточно неожиданная, но у меня нет такого, что мне нужно срочное продолжение. То есть я готова ждать, готова там прочитать немного его позже, поэтому, скорее всего, возьму продолжение в ближайшее время, но посмотрим, как пойдёт, возможно, захочется. Ещё я не могу не сказать вам про оформление этой книги, это шедеврально, это прекрасно, это у нас издание Росман, посмотрите на эту вот такую детальную прекрасную карту, которая, кстати, во время прочтения прям часто открывала, рассматривала, и это прекрасно. В этой книге у нас как бы противоставление добра и зла, и эта книга, она, знаете, она вроде бы как бы и детская, то есть 12+, но в этой истории такой посыл, такой смысл, то, что, мне кажется, любому взрослому полезно прочитать эту историю, погрузиться в неё, и вот это вот противоставление добра и зла. Я не знаю почему, но вот в таких вот книгах я это обожаю. Именно у нас здесь есть, получается, аниме, это олицетворение чего-то такого супердоброго, это вообще олицетворение добра, жизни. Есть у нас бежалостное племя ястребов, которое хочет уничтожить это добро, их ничего не остановит, и они, в общем, хотят захватить землю, захватить, чтобы всё было подчинено их власти и их законам. В общем, они настроены на землю, где ещё течёт эта золотая магия, но на их пути встречается юный Нил, и как что здесь будет, как Нил с ними справится, не справится, какие загадки скрывает этот мир, что скрывают эти ястребы, мы здесь всё узнаем. Здесь есть один герой, который так сильно меня зацепил, это Кадет, это реально краш. У меня какой-то фетиш, наверное, таких вот отрицательных персонажей, но как он раскрывался в этой книге, как раскрывались их отношения с Нилом, это вау, это было здорово, но Кадет в конце особенно, это всё. Если мне он понравился ещё сначала, то в конце он покорил моё сердечко, это однозначно. Я в такое огромное удовольствие прочитала эту книгу, я не могла оторваться, я прочитала её вроде бы за два вечера, я такое наслаждение получала в прочтении, такой кайф, слог автора. И действительно, при чтении этой книги ты погружаешься в какой-то добрый, светлый мир, который тебя просто-напросто не отпускает. Поэтому я всем, на самом деле, советую прочитать эту серию, познакомиться с ней, потому что какие, опять же, темы поднимает эта книга, это сильно, это здорово. И эта книга, мне кажется, ну, совершенно не детская, конечно, я бы её и в 12 лет прочитала, мне бы она очень понравилась, но я прочитала в свои 17 и также осталась в полнейшем восторге. Даже, наверное, она мне понравилась больше, я больше разглядела в ней смысл, чем бы я это сделала в 12 лет. Книга, которая начала с ней параллельно читать и читала потом с другими книгами также параллельно, это «Любовь во время карантина». Здесь у нас 20 авторов, то есть целых 20 рассказов, это хорошая возможность, кстати говоря, найти для себя каких-то новых авторов, открыть для себя. Но что могу сказать я, то что из 20 рассказов, из как бы с 20, да, 20 рассказов, внимание, меня зацепили только 4 рассказа. Из 20 только 4, то есть остальные 16 меня вообще никак не зацепили. Конечно, были некоторые, но всё равно в большинстве своём какие-то рассказы мне показались странными, несуразными, я люблю описание персонажей мира. И вообще это моя первая знакомость с учениями вот таких вот сборников, каких-то рассказов, и я поняла, что это не моё, поэтому в дальнейшем я, наверное, не буду знакомиться с такими вот подобными рассказами. Но 4 рассказа мне понравились всё-таки хоть что-то, и я бы хотела, на самом деле, познакомиться с авторами, да, рассказы, которых мне понравились, потому что слог у них прекрасный. И я давайте скажу, наверное, 4 рассказа, которые мне понравились, вдруг кому интересно. В общем, это рассказ «Мои розы цветут для тебя», Анна Фёдорова, «Маленькая катастрофа», Юлия Вереск, «Измайлова», Женя Красилова и «Из карантинного дневника», Максим Жук. Это вот эти вот рассказы мне понравились, были ещё прикольные, но всё равно они меня как-то не зацепили. Были рассказы, которые вообще мне не понравились, например, мне не понравился, на самом деле, вообще первый рассказ, потому что, не знаю, меня имя, главное, Киринь, просто убивали, как бы действия происходят в России. И вот такие вот имена, как Хика, и как же тут ещё звали, и Ниндзя. То есть для меня это было как-то несуранно, я читала, и у меня просто не могла в голове, не знаю, не произносить ничего, вот я просто читала, и эти имена меня сбивали с толка. И последний рассказ тоже мне совершенно-совершенно не понравился. А так рассказы, в принципе, маленькие, там буквально по 5-10 страниц максимум. Самый большой, наверное, сказ здесь было 30 страниц, это вроде бы последний как раз рассказ, который мне вообще не понравился. Чем этот сборник не понравился? Тем, что он, конечно же, актуален. Сейчас мы сами живём в этот период, сейчас у нас всё это происходит, и когда ты читаешь эту книгу, когда-то написываются, да, вот эти какие-то страшные события, ты понимаешь, что ты сам живёшь вот в этот период, когда всё это происходит. И от этого становится страшно. Как бы название «Говори само за себя», «Любовь во время карантина», здесь все рассказывают такие вот типа романтичные, любовные. Вот некоторые были действительно прям супер уютные, прям милые, душевные, некоторые меня как-то отталкивали на самом деле. И большинство рассказов здесь у нас именно ЛГБТ-отношения, однополые отношения, поэтому если вам это не нравится, то эту книгу я, конечно же, не советую. Но если вам это нравится, если вы хотите найти для себя каких-то новых классных авторов, возможно, то это точно возможно с ними познакомиться. Вот, поэтому, в принципе, я не знаю, если вы любите рассказы, то попробуйте почитать, потому что я точно больше с рассказами подобными знакомиться не буду. Книга, которая разбила мне сердце, книга, которая вызвала у меня жуткую истерику, я не могла остановиться, плакать, рыдать. У меня потом была депрессия, наверное, на протяжении недели, и сейчас я беру эту книгу, держу её в руках, у меня снова наступает депрессия. Тысяча поцелуев, которые невозможно забыть, Тилли Коул. Здравствуйте. Я записывала в Инстаграме свою истерику. Если я найду где-то эти кусочки, то я, конечно, вставлю, чтобы вы понимали, да, что было. Очень страшно читать дальше, но сейчас я пойду дочитывать. Просто пожелайте мне удач. Каждый раз тебе говорю, что я больше не буду ждать такие книги. Действительно, потом я всю ночь, наверное, до пяти утра не спала, потому что не могла отойти, и реально была какая-то депрессия. Я постоянно возвращалась с мыслями к этой книге на протяжении недели, не могла о ней не думать, и вообще я об этой книге многое слышала, многое видела, многие говорили, что это самая стеклянная книга в их жизни. Я прям такого не могу сказать, что это прям самая стеклянная книга в моей жизни, нет, но это то ещё стекло, это просто стеклище. Здесь у нас девушка и парень, они дружат с самого детства, влюбляются с самого детства. Руне и Поппи приходятся расстаться по причине того, что Руне уезжает из города, переезжает на время, и они сначала общаются, как-то пытаются переписываться, но потом Поппи просто исчезает. Она не отвечает на сообщения, не отвечает на письма, просто она исчезает из жизни Руне. Руне не понимает, что произошло, но когда он возвращается в этот город спустя несколько лет, и когда он узнаёт причину, это было самое страшное. Но когда он узнаёт правду, то понимает, что самая большая боль ещё впереди. Вы видите, сколько у меня здесь стикеров, потому что мне безумно понравилось, как пишет автор. Здесь было столько цитат, здесь было столько смысла, то, что мы должны ценить жизнь, мы должны её любить, мы не знаем, когда она закончится, возможно, это произойдёт через 50 лет, возможно, это произойдёт завтра. Никто не знает, никто от этого не застрахован, поэтому мы должны цениться каждый миг в нашей жизни. Я даже не знаю, мне просто страшно, вот я сейчас думаю об этой книге, у меня снова какая-то накатывает депрессия. Я могу сказать одно, что я точно буду знакомиться ещё с книгами Телекол, а точнее с книгой Мечта для нас. Вот это 100%, это обязательно, думаю, что в ближайшее время я тоже её закажу, её прочитаю, и мне говорят, что это также стекло. Поэтому мне, честно говоря, страшно, просто страшно, что будет так, потому что, ну, эта книга, она меня поразила, она меня вывернула наизнанку и вызвала кучу-кучу эмоций. Ещё, кстати, в начале книги мне она не нравилась из-за того, что она мне казалась просто, ну, до тошноты, милые, слишком, вот здесь было много розовых соплей, как я это называю, вот, ну, вот слишком. Ну, вот просто меня это как-то даже немного раздражало, но, знаете, потом, когда мы тут кое-что узнаём, когда тут кое-что происходит, где-то после 150-й страницы примерно, мы ценим каждый миг, мы ценим каждый момент, и это уже не кажется таким, тошнотворно милым. После этой книги мне хотелось выйти в окно, поэтому меня спасла книга «Наглец» от Лены Сокол. Эта книга действительно меня просто вот вытащила, просто спасла из этого депрессивного ужасного состояния. «Наглец» Лены Сокол, прочитана за вечер, просто за несколько часов, взяла, открыла-закрыла, не поняла, как это произошло, читала с огромным восторгом, с наслаждением, не могла оторваться, действительно вот просто взяла, и меня так погрудила эта история. Здесь у нас как бы, я читала из серии у Лены Сокол, из этой серии 18+, как бы, ещё читала «Очень плохой профессор», и книга мне тоже понравилась, но «Наглец» мне понравилась в разы, в разы больше, это было просто вау. Здесь у нас афера, афера, аферисты, и как это всё, как они проводят, как они там образы какие-то меняют, как вообще, как это вообще всё происходит, и мы с замиранием сердца наблюдали за вот этими всеми моментами, аферами, особенно то, что там произошло в конце, это такой взрыв был, и романтическая линия здесь просто на высшем уровне, как здесь проявляются чувства, как они появляются, ну не просто так, ниоткуда, они хоп, взяли и появились, нет, как здесь всё происходило, это так здорово. Но опять же, наверное, больше всего в этой книге меня захватила именно вот эта афера, как здесь всё описывалось, меня действительно это не могло оторвать от книги, и вот последние 100 страниц, там, вы знаете, вот события на события, так сказать, происходили, просто бах-бах-бах-бах, и ты не успеваешь проистую страницу, что-то другое мы узнаем, что-то новое, мы потом удивляемся, что сначала одно, потом второе, и вот так вот всё крутится, 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 поэтому шикарная книга, я очень сильно вам советую, кто ещё не прочитал, потому что на самом деле, когда я увидела эту обложку, она меня очень разочаровала, и даже когда толкнула от книги, потому что, ну не знаю, мне она совершенно не нравится, я сначала уже подумала, что, знаете, я не буду покупать, не буду заказывать, когда-нибудь там, возможно, прочитаю в электронке, не хочу эту книгу покупать, вообще забью. В итоге, когда она ко мне пришла от издательства, я решила, что ладно, как бы так уж и быть, я прочитаю, и в итоге прочитала, и осталась в полнейшем восторге, поэтому, если вы думаете читать, не читать, то я очень-очень сильно советую. Следующая книга, на самом деле, о которой я много не хочу говорить, это книга «Ройлс Принц Николас». Как эта книга меня сильно разочаровала, вы даже не можете себе представить. Я ожидала, что возьму какой-то вот роман классный, и ищу здесь как бы принцы, принцессы, дворцы. Я обожаю всю эту атмосферу в книгах, но в этой книге герои были озабочены только мыслями о 18+. Вот реально, мне кажется, что они были озабочены этим, у них настолько быстро как-то развивались отношения, то что я в это не верю. Я реально в это не верю, мне кажется странным такое, мне это совершенно не понравилось, и как там всё было описано, знаете, вот были какие-то даже посылы, да, были какие-то умные мысли, какие-то даже цитаты, вот она меня прям зацепила, которую сказала мать главного героя, она мне прям как-то даже въелась в душу, но всё равно, вы знаете, вот начинается сюжет вроде бы развиваться, вроде бы какое-то событие происходит интересное, потом нам снова впихивают постельную сцену на опять страницы, мы такие, а, ну, понятно, спасибо. Кстати, у нас ещё очень красивое, вообще оформление книги это вау, это здорово, книга прям привлекает, но содержание оказалось такое себе, посмотрите, какой здесь красивый фозас, и здесь у нас вот такой вот встречает, но сама история, конечно, ну не знаю. Кто читал, возможно, расскажите, как вам. Я вообще люблю вот это, вы знаете, тематику, во-первых, ну, принца-принцессы, я сказала, ну, когда у нас ещё вот этот вот сюжет Золушки, где у нас такая главная героиня, вся из себя бедная, там работает где-то, вот, ну, здесь у нас главная героиня работает в пекарне, и здесь у нас приходит принц, ведь из себя такой прекрасный, шикарный, вот он замечает её, и всё, и пошло-поехало. Как бы я, в принципе, люблю это в книгах, но как всё было здесь описано, мне это совершенно не понравилось. Следующая книга, с которой у меня есть даже отдельный человеческий влог, ссылочку, конечно, оставлю в описании, там всё подробно увидите, так что здесь я уже тоже подробно прям рассказывать не буду. Это фанатка Анны Джейн. И, во-первых, я не могу не похвастаться за то, что у меня эта книга с автографом от Анны. Мне прислали шикарный вокс, о котором я рассказывала в Инстаграме, показывала в покупках то, что там было, но эта книга просто греет мне душу, эта история сама мне настолько сильно понравилась, это, наверное, теперь одна из самых любимых книг у меня у Анны Джейн. Она у меня, тем более, занимает отдельное место в сердечке из-за того, что у меня этот экземпляр как бы подписан, для меня эта книга безумно-безумно ценная, и я её обожаю. У него ещё прекрасный форест, а ещё здесь в этой книге есть красивый арт, сейчас вам его покажу. Ой, посмотрите, какая красота! Это у нас как бы книга из цикла «Музыкальный приворот», но её можно читать отдельно. Если вы не читали пять книг из этой серии, то вы можете спокойно прочитать эту книгу. Конечно, да, возможно, здесь будут какие-то спойлеры, но для меня эти спойлеры были не особо какими-то глобальными, то есть я, в принципе, понимала, как закончится «Музыкальный приворот», но, камон, это всё достаточно банально, поэтому эту книгу я прочитала, и «Музыкальный приворот» после прочтения этой книги я ещё сильнее хочу прочитать, я хочу узнать, что было у тех героев, которые здесь были, как бы как у них там всё развивалось, поэтому, конечно, я очень сильно хочу познакомиться с теперь серией «Музыкальный приворот», и когда она переиздастся, должна переиздаться в скором времени, то я её обязательно прочитаю, но его фанатка — это отдельная, отдельная любовь, как вот эти все концерты описывали, сама главная героиня, главный герой — их отношения. Это было смешно, какой здесь юмор в этой книге был, как я смеялась над шутками в этой книге, просто реально в голос, и такой кайф получила, такое удовольствие про чтение, за два вечера я также прочитала за два дня, потому что не могла оторваться, и получала такое наслаждение от чтения, вот просто наслаждалась каждым словом, каждой строчкой, каждым предложением. Вообще, то, что я взяла на чтение, это был вот такой вот комикс «Странная планета», которым чуть больше ста страниц, но он, конечно, невероятно красивый, в общем, такой качественный, здесь шикарная печать, эти все существа, эти инопланетяне, это так здорово и классно, этот комикс я взяла, прочитала буквально за несколько, даже не за несколько часов, а за несколько минут, прочитала минуту за сорок, наверное, я и посмеялась, и поумерялась про чтение этого комикса, и здесь у нас получается просто, мы как бы наблюдаем за жизнью вот этих вот существ, за познанием их мира, как они его познают, как они узнают какие-то новые вещи, какие-то новые ощущения и чувства, начинается все с того, что у нас вообще рождается маленькая новая жизнь, и это такая милая, такая прелесть, там какие-то животные, растения они познают, также вот как они познают чувства, там боль, страх, любовь, это прям так мило и здорово, мне кажется, этот комикс, они каким-то вот идеальным подарком кому-то, я его поселила на свою полочку, он прям ее теперь у меня украшает, но это невероятно красивый комик, поэтому, да, очень прикольный комикс, я вообще очень редко читаю комиксы, почти, наверное, не читаю, но это мне прям безумно понравилось. У нас в январе была прям метель, знаете, прям поднялось это новогоднее настроение, поэтому я захотела взять книгу «Поенина Логвин», «Зимний сон малинки», как раз с такой зимней сказочной атмосферой, и я не прогадала, потому что атмосфера в этой книге действительно была сказочной, невероятно доброй, уютной, милой, также смешной, и какая здесь вообще сказка, какое здесь чудо происходит, как здесь описывались чувства, как здесь описывалась любовь, это было вау. Все мне понравилось в этой книге то, что главные герои здесь не подростки, они здесь взрослые люди, у них там свои проблемы, уже там семьи, работа, и наблюдать за такими более серьезными, так сказать, проблемами, более серьезными отношениями мне было интересно, и здесь даже у главной героини есть, например, уже дети, и вот как она с ними обращалась, какие вот эмоции, это вот материнство, как это вообще все было в этой книге, какие тут смешные моменты, вообще как она с ними общалась, с этими малинками, это просто что-то было невероятное. И мне кажется, это идеальная книга для чтения прям в канун Нового Года, в канун Рождества, но вот я ее прочитала в январе, и тоже получила заряд прям таких милых-милых эмоций, я прям дочитала эту книгу, мне хотелось вбежать, упасть в сугроб, и все, как бы вот эта книга мне сильно прям, очень сильно подняла настроение. Следующая книга, которую я прочитала, эта книга, автокверография, Кристина Лорен, эта книга поднимает много важных тем, и здесь у нас опять же однополые отношения, очень интересно наблюдается за развитием их отношений, поэтому я очень советую вам тогда прочитать эту книгу, мне понравились и главные герои, какой здесь посыл раскрывался в этой книге, какой здесь смысл в этой книге заложен, то, что каждый из нас сам определяет, какая у него должна быть жизнь, никто не вправе указывать тебе, как жить там, с кем встречаться и тому подобное, то есть вот какой посыл эта книга несет, это здорово. Также отношения с родителями здесь раскрываются, понятное дело, у нашего главного героя, не простые отношения с родителями, да, из-за вот этой всей ситуации, но как здесь раскрываются отношения с родителями, вот это вот отношения родителей и ребенка в каких-то вот трудных ситуациях, мне это тоже безумно понравилось. Здесь у нас главный герой Таннер Скотт, и единственное, о чем он думает, это поскорее закончить школу, уехать из этого маленького городка, который его бесит, который ему не нравится, и вот остается последний год, и его лучшая подруга, которая мне безумно понравилась, это Оси, у нее еще имя как бы осень, это было странно, но я буду называть ее Оси, мне как-то так более, более привычно. Оси заставляет его, так сказать, поступить на литературный кружок вместе с ней, это не кружок, а именно семинар, и там у них задание за 4 месяца написать роман, за 4 месяца, и как у главного героя это все получится, мы здесь посмотрим, но как бы, как бы, понятное дело, что влюбленность, все, все его планы рушит, и что из этого выйдет, как там все выйдет, мы узнаем, потому что здесь непростая ситуация, я вам так скажу, и еще в этой книге, кстати, поднимается вопрос религии, но меня это никак не оттолкнуло, в книге достаточно много этому посвящено, но за этим мне, наоборот, было интересно наблюдать, наоборот, было интересно читать про все это, так что мне тоже эта книга безумно сильно понравилась, я даже поставила 10 на 10, потому что действительно меня зацепило, я также не могла остановиться и ее читать, а еще Кристина Лорен это псевдоним, и на самом деле эту книгу писали два автора, и как в Благодарностях там написали то, что сейчас я даже прочитаю, один из авторов Кристина работала школьным психологом в Юте, и с ужасающей регулярностью встречала подростков, уверенных родителям против смириться с их смертью, чем за гемосексуальностью, и вторая писательница, она у нас бисексуальная, Лорен, вот, как бы, и они написали эту книгу, именно посвященную вот этим вот всем проблемам, и это, конечно, здорово, это круто, это сильно, и вообще слог, слог этих двух авторов это что-то прекрасное и невероятное, я действительно тоже кайфовала от чтения, не могла оторваться, у меня тут много всяких разных цитат выглядело, всяких моментов, и книга летит, вот что есть летит, то есть слог, он вроде бы интересный и приятно написанный, но при этом книгу невероятно легко читать, и никаких вот каких-то там барьеров не возникает, поэтому это здорово. у меня одиннадцатая книга, если честно, я уже устала говорить, это у нас «Заметки о любви» Дженнифер Смит, вот, такая вот маленькая, тоненькая книжечка, здесь у нас «Атмосфера путешествия в поезде», и за это я эту книгу очень сильно полюбила, именно «Атмосфера путешествия в поезде» с малознакомым человеком, вы там в одной маленькой вот этой вот купешке, маленькой вот этой вот кабинке, и это было и так, вроде бы, и неловко, и так мило, смотреть, как развиваются их отношения, плюс мне понравились какие-то уже проблемы раскрывает эта книга, и у нас здесь главная героиня, у неё какие-то свои цели, какие-то планы, также у главного героя, но, например, наша главная героиня, она снимает фильм для поступления, и это очень здорово. А вообще сюжет заключается в том, что у нас есть 18-летний Хьюга, которого бросает девушка, и у них были куплены как раз-таки вот билеты на вот такое вот путешествие через всю Америку на поезде, ну, и как бы девушка говорит, что ты можешь езжать, как бы вот себе билеты, до свидания. Но Хьюга понимает, что на билетах в виде написано её имя, и как бы без неё его просто-напросто никуда не пустят, он никуда не уедет. И он решается сделать такой вот пост в социальных сетях с поиском девушки, у которой было бы такое же имя и такая же фамилия, то есть, которую будут звать Маргарет Кэмпбелл. И что вы думаете, конечно же, наша Маргарет Кэмпбелл находится, наша главная героиня, она хочет как-то изменить свою жизнь, в корне её поменяет, что-то там сделает новое, что-то... В общем, что-то вот изменить в своей жизни, она хочет чего-то нового, чего-то нового испытать, и поэтому она отправляется в это прекрасное путешествие, и что здесь нас будет ждать, мы здесь и узнаем. Ну, путешествие атмосферы в поезде, это вау, это шикарно, и книга невероятно-невероятно добрая, романтичная и прекрасная. Всё, вот такое вот прочитанное получилось, целых 11 книг, согласитесь, что это неплохо, такая прям увесистая стопочка получилась, прекрасных историй, получается, только несколько книг из этих... из этих 11 книг меня разочаровали. Так что, всем спасибо за просмотр, и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok